И знаете, после такого яркого материала на совершенно контрасте пришли новости из западной цивилизации. Европа на грани социального взрыва. Провальная политика местных властей вновь вывела на улицы жителей Евросоюза. Усиливается недовольство ухудшением экономической ситуации. Тысячи греков в Салониках протестуют против премьер-министра страны. Около 80 тысяч на улицах Магдебурга недовольны политикой, поставками оружия Украине и ограничением гражданских свобод. Вот схожая ситуация в Чехии, Польше, Болгарии, Италии на пороге миграционной катастрофы. Все подробности в материале Евгения Белоусова. Европейские граждане, окруженные анестезиологами числа властей, начинают постепенно приходить в себя. Западные предвестники апокалипсиса, голод, неурожай, рецессия и инфляция, энерго- и топливный кризис открывают им глаза на суть самоубийственной политики Евросоюза. Почти по Гоголю. Отнимите мне ветер! Приближу! Нихляк на них! В греческих Салониках тысячи человек присоединились к антиправительственному маршу. Протестующие требуют смены власти за череду промахов, которые она совершила в экономической политике. Особенно за беспомощность при лесных пожарах и последовавшем за ними шторме Даниэль. В результате дождей исчезла четверть сельскохозяйственного производства. Полностью уничтожены посевы. Ущерб от стихийных бедствий исчисляется миллиардами евро. Премьер-министр страны же ведет речь о дополнительных 600 миллионах. Чего явно не хватит, чтобы закрыть образовавшуюся денежную брешь. В Магдебурге прошла самая масштабная протестная акция этого года в Германии. Немцы протестуют против экономической политики, пронатовской направленности страны, поставок оружия Украине и ограничения гражданских свобод. Количество участников по разным оценкам составило от 20 до 80 тысяч человек. В стране наблюдается жесткая рецессия. Из ФРГ бежит крупный бизнес и только за первую половину года разорилось около 50 тысяч предприятий. Эксперты ожидают дальнейшее падение ВВП, необычайно высокую инфляцию и пророчат более 2,5 миллионов безработных. Они вообще не думали о том, что основная проблема Германии немецкой экономики. Это первым делом энергоносители и цена. Об этом не речи. Поэтому да, они ничего не делают. Когда Шольц спрашивает, он говорит, ну, у немецкой экономики есть прекрасные перспективы. У нас сейчас, как он сказал, слабый рост. Простите, у тебя роста нет, у тебя падает все. Так что они просто это игнорируют и ничего не делают. Это абсурд. Это так и есть. Они даже отрицают, что проблема есть. Порядка 10 тысяч чехов вышли на улицы Праги потребовать отставки правительства. Протест объединил как левых, так и правых. Экономические проблемы затронули без преувеличения каждого. Звучали на митинге и требования выйти из НАТО и остановить накачку оружием Киева. Чехи крайне недовольны накалом милитаристской риторики своих властей. Мы просто впустую тратим жизни и деньги из наших карманов. Эта война должна закончиться как можно скорее, потому что единственный путь для Европы – это мир. Я хочу, чтобы правительство либо ушло в отставку, либо управляло справедливо в интересах нашей страны. Для нашей выгоды, а не для выгоды других стран и иностранного капитала. В Варшаве прошел марш гнева. Польские бюджетники объявили антиправительственный протест и забастовку против канцелярии премьер-министра. Порядка 10 тысяч человек со всей страны прошли строем прямо к кабинету Моровецкого, требуя увеличения зарплат. Мы не ваши рабы. У нас есть те же права, что и у других граждан. Мы имеем право на забастовку. Право на забастовку. Только за последний квартал этого года официальный госдолг Польши вырос на 7 миллиардов долларов и сейчас превышает 285 миллиардов, что на секунду 38% ВВП. Страна находится на первых строчках в ЕС по уровню инфляции. В Италии на протест вышли жители острова Лампедуза. Они требуют остановить расширение лагеря для беженцев. Сюда продолжают пребывать морем мигранты. Их уже около 9 тысяч. Это больше, чем коренных жителей острова. Беженцам здесь не рады. Лампедузу необходимо от них освободить. Мы хотим жить как раньше, туризмом и рыбалкой. И все. В Латвии же к вопросу мигрантов решили подойти с другой стороны. Там избавляются от русскоговорящего населения. В течение трех месяцев порядка 3600 граждан России будут вынуждены покинуть страну. Извещения об этом вручат на этой неделе тем, кто не сдал языковой экзамен и не подал заявку на его прохождение. Кому достанутся банковские вклады выдворенных из Латвии граждан РФ? Центробанк молчит. Евгений Белаусов, Дмитрий Остертах, агентство теленовостей.